Этот комбинат уникальный. Кыргызская ртуть, как эталон качества, пользуется популярностью. Но с подорожанием доллара объем продаж кыргызской ртути снизился. К марту-апрелю, думаю, выйдем из положения. На сегодня на складах товар на 50 миллионов сомов. Если доллар будет устойчивым, то продолжим продажу по договорам с такими странами, как Турция, Иран, Судан, Россия. Если продадим, то все будет хорошо. Останавливать работу комбината мы не будем. Если печи остановить, то без средств к существованию останутся тысячи жителей Хайдаркена. Ведь другой работы в моногороде попросту нет. Поэтому работа здесь продолжится, отмечают руководство комбината. Даже когда газа на юге не было, мы решили этот вопрос. Привезли жиженый газ из Бишкека и возобновили работу. Пока проблемы решают, местные жители продолжают трудиться, а заодно и заниматься спортом. Здесь сотрудники могут играть в волейбол, футбол и заниматься плаванием. Спортивная площадка завода никогда не пустует, поскольку доступ к ней открыт для всех хайдаркеновцев. Всего два года назад эти залы были вот такими, как на фотографии, а сейчас, как видите, по-другому. За два года проделана большая работа. Не было и бассейна. А с его открытием дети получили возможность заниматься плаванием. В будущем, как отметило руководство комбината, возможно, начнут переработку золота. Ведь здесь находится крупное хайдаркенское рудное поле. Кроме ртути есть еще сурьма, флюорид, фтор. Ширина Санаконова, Медерния Залиев, Ирызбек Маза и Тулу, Общественный Первый канал, Кадамджайский район.